Ребята, всем привет! Сегодня получил очень интересный вопрос на свой канал. Значит, человек пытается запустить программу, а также пытается открыть браузер Google Chrome, то есть запустить ярлычок, и ярлык этот не открывается, а открывается его свойство. То есть выглядит это вот таким вот образом. Значит, вот смотрите, вот у меня есть программа на рабочем столе Uninstall Tool для ударения программ. Если нажать левой кнопкой мыши в два раза стандартно, то открывается сама программа. А если какой-то сбой происходит, то у человека открывается именно свойство этой программы. То есть вот такое вот окошко открывается, и ярлык не запускается, не открывается. Что же делать? Значит, ребята, в первую очередь моя рекомендация, это значит посмотреть свою клавиатуру. Возле пробела, слева и с правой стороны, расположены кнопки Alt, называется. С правой стороны Alt и с левой стороны Alt. Попробуйте эти кнопки, значит, понажимать. Возможно, кнопка, одна из кнопок залипла, бывает и такое. И у вас открывается свойство ярлыка, а не сам ярлык запускается. Проверьте эти кнопочки, бывает всякое. И второй вариант, это значит проверить свой компьютер на вирус. Такое может происходить еще, когда ваш компьютер заражен вирусом. Значит, если все дело было в кнопках, то это хорошо. Если же кнопки у вас не залипли, то вам не залипли и нормально работает, да. И все равно ярлык не открывается, открывается его свойство. То вам нужно, значит, проверить свой комп на вирус. Сейчас расскажу вам, как это сделать. Но перед тем, как рассказать, ребята, подпишитесь на канал, если вы впервые. Если у вас возникают вопросы, то вы можете таким же способом задавать их. Либо через канал, либо писать мне в мою группу ВКонтакте. Я стараюсь всегда всем отвечать. Значит, по поводу вирусов. Вирусы, если ваш компьютер заражен вирусами, то может быть и такое. Могут не запускаться программы, могут неправильно открываться ярлыки. То есть, таким способом, либо другим. То есть, вариантов много, да. Вирус что-то блокирует. Поэтому вам нужно проверить свой компьютер или ноутбук на вирусы. Значит, как это сделать бесплатно? Бесплатно при помощи специальных утилит. Значит, на первом месте я отдаю предпочтение антивирусу Касперски. На втором месте у меня идет Доктор Веб. И на третьем месте у меня идет антивирус Аваст. Вот, в Авасте я не знаю, есть ли это бесплатный утилит или нет. Но, допустим, у Касперского и в Доктор Вебе есть эти утилиты. У Касперского она называется Касперский Ремовал Тул. Собственно, вот он видос, этот верхний. Ссылку на него оставлю в описании. А у Доктор Веба называется утилита Доктор Веб Кюрилл. Если правильно называю. Вот. Также оставлю ссылку на этот видос. То есть, посмотрите эти видео и вы научитесь бесплатно проверять свой компьютер на вирусы. И если же в ходе проверки вы обнаружили на своем компьютере вот эту вирусню, да, и потом у вас после удаления этих вирусов ярлыки начали нормально открываться, то делайте выводы. Значит, ваш компьютер нужно защитить. Значит, что нужно сделать? Вам нужно установить антивирус к себе на компьютер и приобрести лицензионный ключ. Без лицензионного ключа ваш антивирус не будет нормально работать. Надеюсь, вы поняли. Сейчас я чуть подробно развожу по полочкам вам. Оставайтесь на канале, чтобы вы понимали, что такое антивирус, когда лицензионный ключ в нем установлен. Значит, смотрите, если у вас, допустим, да, как у многих пользователей установлен антивирус, но как всегда он у вас установлен у многих без лицензионного ключа, без ее активации. То есть, вы когда-то скачали этот антивирус, вам предложили после скачивания попробовать его там на 30 дней бесплатный период, либо на 90 дней. Вы этот бесплатный период попробовали, посмотрели, как ваш антивирус этот работает, но в основном никто не смотрит, просто установили все и забыли за него. И по окончанию этих дней антивирус перестает обновлять антивирусные базы. То есть, ваш антивирус, он просто существует в компьютере для вида и все. Поэтому вам нужно приобрести лицензию. Какой антивирус вам покупать, это уже дело ваше. Я никакую рекламу не даю, я просто даю свои рекомендации. На первом месте у меня Касперский, на втором доктор Веб, на третьем Аваст. Почему? Значит, Касперский удалял те вирусы, которые не удалял доктор Веб. Это вот я убедился. Было такое у меня в практике. И почему Аваст я еще выбрал? Аваст я выбрал совершенно недавно. Потому что на моем смартфоне Xiaomi Redmi 7 есть предустановленная вшитая программа, антивирус, который проверяет смартфон на вирусы. И поддержку вот этой программы осуществляет именно Аваст. Поэтому сейчас для меня Аваст, мне Аваст внушает доверие, что его уже начинают устанавливать на смартфоны. То есть, он начинает набирать свои обороты по защите. То есть, он становится популярным. Но я бы на вашем месте купил бы Касперского и не заморачивался. Лицензионный ключ обязательно купите. Для чего? Для того, чтобы вы активировали лицензию на один год. И чтобы один год на время лицензии ваш компьютер был ежедневно под защитой. Что это означает? Значит, в определенное время ваш антивирус начинает обновляться. То есть, из сервера, где разрабатываются все эти антивирусные базы, к вам приходит обновление. Вам прилетает обновление и антивирус подтягивает вот эти новые антивирусные базы. Для чего это делается? Для того, чтобы обезопасить ваш компьютер. То есть, каждый день разрабатываются какие-то вирусы. Значит, есть специалисты, которые следят за вот этой вирусной активностью и под эти вирусы уже делают защиту, которая к вам приходит ежедневно. Ваш антивирус и, соответственно, у вас он постоянно обновлен. Если же вы используете бесплатную версию, и потом она у вас заканчивается, и вы дальше начинаете экономить, и вы дальше начинаете ее использовать, то все. Я вам, как раньше сказал, ваш антивирус работает просто в холостую, и он просто занимает место в вашем компьютере. Никакую пользу он вообще не приносит. Да, он может среагировать на какие-то старые вирусы, которые есть в этой еще старой антивирусной базе, но на новые вирусы он уже не среагирует, потому что у вас антивирус не обновляется. Никто, конечно же, бесплатно вам не будет давать пробные периоды, и потом, чтобы ваш антивирус работал на все 100%. Ну, кому это будет выгодно? Разработчикам это не выгодно. Они тоже хотят кушать, они хотят тоже за это получать деньги. Поэтому никто бесплатно поддержку вашего компьютера вести не будет. Для этого продаются лицензионные ключи, которые вы можете купить и использовать антивирус с лицензионным ключиком, и в течение года он у вас будет обновляться, да, антивирус, и вы будете в течение года под защитой. Когда лицензионный период заканчивается до этого ключа, вы потом опять ключик приобретаете, и все, на следующий год продлеваете лицензию и сидите с защитой. А также на многих антивирусах, допустим, в Доктор Вебе бывают такие какие-то акции, возможно и в Касперском есть, что вы можете купить лицензионный ключ для компьютера, и в подарок вам еще дадут лицензионный ключ для одного мобильного устройства. То есть вы можете одновременно защитить и комп свой, и свой смартфон. Поэтому бывают такие предложения, обязательно читайте все условия внимательно. Они стоят относительно недорого, но в районе там тысяча или полторы тысячи рублей. Это 700-800 гривен украинскими, либо полторы тысячи русскими, да. Это не сильно большие деньги, я думаю, можно купить, потратить их раз в год. Вот, если честно, если вы любитель пива, да, вы больше тратите деньги на пиво в течение года, чем вы купите лицензионный ключ того или иного антивируса. Ребята, надеюсь, вам все доступно объяснил. Теперь вы поняли, почему могут открываться ярлыки неправильно, открываться их свойства. Пробуйте, проверяйте клавиши Alt, либо проверяйте свой комп на вирусы. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока.